Друзья, всем привет! Решил еще раз провести полный ликбец о том, как должна выглядеть современная разводка сантехники что в нее входит какие фитинги, как это работает для чего это нужно и зачем Мы сейчас находимся в законченном санузле, я вам открыл скрытый люк, размер люка 60 на метр 20, сделан по размерам плитки, по стыкам плитки и с чего у нас все начинается. Все, друзья, начинается с водных кранов Обратите внимание, что здесь вод в квартиру находился где-то вон там за потолком. Вод в квартиру был сделан из полипропилена а это означает, что из того же материала, из которого сделан вод в квартиру или отвод от стояка мы должны довести из того же материала до отечного крана И вот мы из полипропилена довели до отечного крана По сути, первое резьбовое соединение в квартире у нас, вот оно То есть, если бы у нас в углу стояли стояки И тоже был полипропилен Мы бы тоже сделали полипропилен Если металл, то металл Если металлопластик, то металлопластик Если шитый полиэтилен, то шитый полиэтилен Вот отсюда мы доходим Вот оно первое резьбовое соединение Если оно потечет, вы сразу же это увидите Далее надо поставить хорошие отсечные краны Краны бабочки Они постоянно закисают И наши дорогие леди Зачастую не в состоянии их повернуть Поэтому лучше Поставить хорошие краны Например, Авинтроповский или Виего Они не закисают, их легко поворачивают за счет рычага После этого Сразу же ставится датчик протечки Ну, чтобы Минимизировать количество резьбовых соединений То есть получается, вот у нас одно резьбовое соединение И сразу идет датчик протечек На некоторых датчиках протечки В тех условиях написано, что сначала идет Косой фильтр, грубой очистки А потом уже датчик Ну, здесь как бы кому как угодно Так мастер решает Но в любом случае Принято пока что правильный порядок Что у нас есть отсечной кран Сразу ставится электрический кран От системы датчиков протечки После этого мы ставим с вами Фильтр грубой очистки 500 микрон Редуктор давления Редуктор давления нужен для чего? Обычно в стояках давление 5-6 атмосфер Нам в квартиру Нам в квартиру надо буквально 3 атмосферы Больше нам не надо И вот редуктор давления позволяет Вот с этой большой трубы Снизить давление 6 атмосфер Например, до 3 Как у нас здесь на манометре показано Видите? После этого мы ставим с вами обратные клапана Обратные клапана зачем нужны? Когда у нас куплены вот такие вот гигиенические души Если не будет обратных клапанов У вас может горячая вода Передавить холодную Вот горячая вода пойдет в обратную сторону Передавит холодную И у вас будет из обоих кранов Течь горячая вода Далее у ваших соседей начнет течь горячая вода На вас напишут жалобу в управляющую компанию Или вообще у кого-то случится из-за этого протечка Поэтому обратные клапана Обязательно должны быть в системе установлены После этого у нас идут манометры Чтобы мы знали давление И уже непосредственно колбы из нержавейки Внутри колб находятся фильтра Все это легко снимается, раскручивается Вынимается стержень и вставляется новый У этого стержня уже 5 микрон То есть если у вас у грубой очистки стержня Фильтра 500 микрон Если поставить самопромывные У них 100 микрон То у таких стержней внутренних фильтров Уже 5 микрон Это очень хорошая очистка И если туда поставить угольные То они могут и хлорку убирать И есть которые Ржавчину лучше убирают То есть их на рынке очень много всяких разных Далее у нас с вами трубы идут уже к коллектору Коллектор у нас холодной воды Коллектор горячей воды Что делают у нас коллектора Коллектора у нас во-первых они регулируемые Вот за счет вот этого можно регулировать расход воды на коллекторе Тем самым меняется давление Например Если у вас не хватает давления Вы в унитазе воду спустили Вам надо помыть руки А у вас давление холодной воды падает Что вы делаете Вы берете Находите здесь унитаз Давление у него немножко убираете А на раковину максимально открываете И когда вы спустите в унитаз Здесь будет наполняться медленнее А здесь давление не упадет И вы комфортно будете себя чувствовать Далее Вот это у нас называется компенсатор гидроудара Зачем он нужен? Смотрите Когда у нас с вами Вы активно пользуетесь водой У нас в системе вода холодная В коллекторе стоит Обратно давление сброситься у нас не может Потому что стоят обратные клапана Когда вы закончили пользоваться водой Вся система находится под давлением И когда у вас начинает холодная вода нагреваться У вас может повышаться давление в системе Что может негативно отразиться И у вас где-то что-то потечет Поэтому ставится компенсатор гидроудара И излишнее давление как раз таки им нивелируется Там стоит мембрана И когда у вас вода, которая есть в трубах В коллекторе К вашим точкам Начинает нагреваться Повышается давление Компенсатор как раз делает так Чтобы давление не повысилось И ничего у вас не прорвало Также коллектор позволяет вам При поломке отдельно перекрывать Каждый потребитель Вот потом у вас смеситель Его перекрыли в горячую холодную воду Все, можете всей остальной системой пользоваться А смеситель ждете Когда придется он техник починит Также у нас в системе Отдельно стоит проточный водонагреватель 6 кВт К нему подведен кабель Подводятся выводы К холодному и горячему коллектору Мы с вами перекрываем краны Горячей воды Открываем краны На проточный водонагреватель И у нас начинает Холодная вода поступать К нему нагреваться И потом коллектор с горячей водой поступает Также интересно вам рассказать По поводу термостатического смесителя Зачем он нужен Вот у нас с вами стоит гигиенический душ Чтобы не ставить вот такие вот Смесители скрытого монтажа Дорогие еще и с термостатом Мы сюда просто выводим Кран с лейкой А сюда ставим вот такой встроенный Термостатический смеситель фаровский Что он дает? Сюда подходит горячая вода Сюда подходит холодная вода Она здесь смешивается Вы можете выставить Как раз таки комфортную вам температуру И вне зависимости от давления Он будет смешивать все так Чтобы эта температура поддерживалась И далее у нас отвод идет Самому гигиеническому душу То есть благодаря коллектору Благодаря вот этому термостатическому смесителю Вы можете один раз настроить давление И температуру И она всегда будет в постоянной гигиеническом душе Мне кажется это очень удобно Также мы всегда делаем звукоизоляцию Кранализационного стояка Используем мы для этого битумную машинную звукоизоляцию Очень многие ее знают Если в обычном строительном магазине не нашли То можно поехать на авторынок Взять ее И вот таким образом Обернуть стояк Чтобы у вас меньше было слышно Как сосед сливает воду А сзади у нас просто сделан пенофол Металлизированная подложка Это тупо для красоты Чтобы вся эта система выглядела аккуратно и красиво Вот это блок У нас блок управления датчиками протечки Вот у него позиция включить Можно выключить и открыть при аварии То есть Если где-то что-то у нас сломается То где-то здесь один из датчиков Загорится, заморгает И сигнал придет на эти отечные экраны И они перекроют воду Стоят у нас датчики протечки Под унитазом Под ванной И иногда ставим радио еще под раковиной Также, если у вас, например, от этого коллектора запитана кухня И находится она где-то в другом месте Вы можете сюда поставить радиоблок И поставить датчик протечки под кухню Также у нас за стеной стиральная машина И датчик протечки стоит также за стиральной машиной Не знаю, сейчас видно будет, не видно Вот там у стиральной машины есть датчик протечки Чтобы, не дай бог, если она потечет Сразу же отечные экраны у нас все вот это дело перекрыли И мы никого не затопили Ни себя, ни других соседей Надеюсь, я вам смог за это короткое время объяснить Зачем все это нужно Почему это так выглядит Почему выглядит так мощно, основательно И почему это нужно в каждой квартире Здесь нет ничего лишнего Все сбалансировано по цене и качеству Мы не покупаем самые дорогие позиции Ищем как раз-таки самые сбалансированные по цене и качеству Вся вот эта система Вместе со всеми трубами Со всеми расходкой Я думаю, на один такой санузел При таком количестве точек Ну, где-то, наверное, тысяч на 120 рублей точно потянет Как-то так Надеюсь, видео было полезно Пишите свои вопросы в комментариях Если еще что-то вам осталось непонятно До новых встреч Пока